Когда я впервые увидел огромную медную трубу в духовом оркестре, я сразу понял, это именно то, чего раньше мне так недоставало. Я взвалил себе на плечи это сверкающее громоздкое сооружение и стал усиленно дуть в его узкий конец, стараясь получить из противоположного конца любимые с детства популярные мелодии. Когда мне удалось выдуть первые неопределенные звуки, это случилось спустя неделю после того, как я начал дуть, директор нашего клуба радостно обнял меня, словно родного сына. «Понимаешь, — сказал он, — ты именно тот человек, которого я так долго искал». Тут он понизил голос и отвел меня в сторонку. «Дело в том, что я уже давно мечтаю разогнать наш эстрадный джаз-оркестр и вместо него организовать струнный ансамбль молодых гуслеров. Однако коллектив, понимаешь, подобрался на редкость дружный, спаянный. Зрители их любят. Словом, по-хорошему они все равно не разойдутся. Думаю, что если мы тебя вместе с твоей трубой сумеем пристроить в их коллективе, вопрос о его расформировании решится сам собой. Нервы у них хотя и железные, но такого не выдержат». «Конечно», — согласился я, польщенный директорским вниманием. «Кто ж такое выдержит?» Мы тотчас же уединились в его кабинете и подробно оговорили все детали предстоящего мероприятия. Ровно через неделю я подтащил свой могучий инструмент к репетиционному залу и в сопровождении сияющего директора торжественно представил с коллективу. «Очень талантливая личность», — сказал обо мне директор. «Можно сказать, самородок. Дудит, не переставая». «Это правильно», — поддержал я директора. «Продуваю все свободное время». «Однако в настоящий момент хотелось бы помузыцировать в уже сложившемся коллективе». На лицах у музыкантов отразилась тоска. «И главное, отказать ему невозможно», — радостно сообщил директор. «Не имеем права. Самодеятельность. На чем желает, на том и играет. У вас ведь тут кое-кто и со стороны. А это исконный работник нашей артели». «Да уж», — согласился я, — «отказать мне невозможно». «Что вы хотите делать с этой трубой?» — тоскливо спросил руководитель и накапал в стакан несколько капель из маленького пузырька. «Да репертуар покамест не ахти какой», — честно признался я больному руку. «Но думается, соловей Алябьев должен прозвучать, если не весь, то по крайней мере частями». Руководитель залпом проглотил лекарство и кивнул головой. «Я аккуратно подлез под трубу, сосчитал до двух, на счет три рванул ее себе на плечи, затем, не спеша, почмокал губами, сложил брови вопросительным знаком, прикрыл глаза и...» Радостный директор, зажав уши, вылетел из зала. «Прекрасно», — сказал руководитель, напряженно растирая себе виски. «Очень своеобразный соловей». «А вот и не угадали», — улыбнулся я. «Это я вам совсем другое произведение исполнил». «Разве?» — удивился руководитель и снова полез за пузырьком. «Любопытные музыканты тотчас же обступили меня плотной стеной». «Что же это такое было?» — понеслись со всех сторон нетерпеливые вопросы. «Марш энтузиастов? Текстильный городок?» «Ни то и ни другое», — сказал я лукаво. Начал я действительно соловья, не буду скрывать, а потом на полет шмеля переключился. «Молодец!» — не удержался руководитель и хлебнул прямо из пузырька. Польщенный я скромно опустил глаза и тихо признался. «Жаль, я еще мунштук от своей трубы потерял, а то бы я не такое сыграл бы». Коллектив-оркестр ответил восторженным ревом. «Сейчас плечи отдохнут, танец саблями услышать», — пообещал я окружившим меня музыкантам. «Зачем же отдыхать?» — воскликнул один из них. «Бросьте этот самовар, возьмите трубу поменьше, не все равно, куда дуть». Мне тотчас же вручили трубу значительно меньших размеров и потребовали танец с саблями. Я дунул пару раз и пришел в восторг, поскольку она весила совсем немного, и держать ее было легко и свободно. «Самое интересное», — сказал руководитель задумчиво, «у него отличные данные, хорошее дыхание и, по-моему, есть еще кое-что». Я не стал спорить, и он тут же назначил мне серию индивидуальных репетиций. Я старался как вол, совершенно выпустив из виду наш уговор с директором. После каждой индивидуальной репетиции следовали добровольные самостоятельные репетиции. После самостоятельных снова индивидуальные. Так продолжалось довольно долгое время. Ничего не подозревающий директор время от времени интересовался моими успехами. Я заверял его, что оркестр переживает заключительные недели своего существования, и он довольный потирал руки. Наконец, в один прекрасный день, я взвился на октаву выше прославленного Пети Гусеничкина с консервного завода и опустился на терцию ниже признанного всеми Жоры Давидовича с парфюмерной фабрики. После моего соло на заключительном смотре художественной самодеятельности зал разразился такими оглушительными аплодисментами, от которых задрожали люстры в соседнем управлении культуры. В ложе дирекции председатель горысполкома обнял и расцеловал нашего директора. «Счастливец!» – сказал он сквозь слезы радости. «Подумать только, какой джаз-оркестр воспитал, какого трубача вырастил!» «Старались!» – скромно ответил директор. «Старались!» Продолжение следует...